Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 26 том. Тема «Государство правителей». Вопрос 3814. «Были ли какие-то веские основания у России, чтобы считаться Святой Русью и возвышаться над остальными?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Большие пространства, богатства земные, выход к морям, победы в войны и храмы с монастырями – это то, что видимо, а остальное из области миротворчества, мифотворчества. И в первую очередь это коммунизация тех, кто, быть может, и не был даже рожден свыше и не был в один духом святым». «День православного Востока, святой, святой, великий день, разлей свой благовест широко и всю Россию им одень. Но и святой Руси пределом ее призыва не стесняй, пусть слышен будет в мире целом, пускай он льется через край, Своей дальную волною и ту долину захватя, где бьется с немощью злою мое родимое дитя. Отдай болящее исцеление от радость души ей полей, чтобы в Христов воскресенье всецело жизнь воскресло в ней». Федор Иванович Тютчев, 1872 год «С войсками лезли в разные страны. Второе параллель по минуту, 25 глава, 19 стих. «Ты говоришь, вот я побил Идуниян, и вознесло сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. Чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты и в идея с тобою». «Не Богу ты служил и не России. Служил лишь в суете своей. И все дела твои и добрые и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей». Возрожденных поистине верующих царей, похоже, в России и не было ни одного. Второе параллель по минуту, 19-2. «И выступил на встрече ему Иуи, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иософату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящий Господа? За это на тебя гнев от лица Господня». Ослу доверили однажды, постзавидный, лесным дельцам сказать не похвалу. Какой-то важный зверь, где надо, очевидно, подруге оказал протекцию ослу. Осел на должности, чтоб было сил, старался, одним указывал, других учить пытался. Но как бы он себя с достоинством не вел, каким он был, таким он и остался. Ушами поведет, все видят, что осел. По лесу поползли невыгодные слухи. В порядке критики пришлось при всех признать. Не оправдал, надеюсь, товарищ лопоухий, не справился, с поста придется снять. И вот на пост вала, ушедшего в ставку, зачисли осла, опять на ту же ставку. И снова слухи по лесу ползут. Он, говорят, простраившился и тут. Одни смеются, а другие плачут. Что если же к нам теперь его назначат? Вопрос с ослами ясен, но непрост. Ты можешь снять с осла, коли это нужно, шкуру, и накрутить ему за все ошибки хвост. Но если уж осел попал в номеркулатуру, вынь допадай ему руководящий пост. Сергей Михалков. Иов, 34, глава 18 стих. Можно ли сказать царю, ты нечестивец и князьям, вы беззаконники? Иеремия 44, 9. Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей? Ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле? Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам, без изъятия. Для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь и больше дома, чем там на родине своей. Здесь, где господство незнакомо иноязыческих властей. Здесь, где у власти и подданства один язык, один для всех. И не считается славянство зачашки первородный грех. Хотя враждебную судьбу судьбиной и были мы разлучены. Но все же мы народ единый, едины матери сыны. Но все же, братья мы родные, вот-вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, Россия не прощает вас. Смущает их и до испугу, что вся славянская семья в лицо и не другу и другу впервые скажет «Это я» и не другу и другу. При неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид, славянское самоосознание, как божья кара их страшит. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепила стародавность их, как наследие славян. И то, что длилось о веками, не истощилось и поднесь, и тяготеет и над нами, над нами собранными здесь. Еще болит от старых болей вся современная пора, не трунута, как косово поле, не срыта белая гора. А между нас, позор немалый, славянской всем в родной среде, лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде. Кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым, они лишь нашего Иуду честят лапзание своим. Опально мировое племя, когда же будешь ты народ, когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод. И грянет кличка объединения, и рухнет то, что делит нас. Мы ждем и верим проведение, уже известный день и час. И эта вера в правду Бога уже в нашей не умрет груди. Хоть много жертв и горе много, еще мы увидим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел. И слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. 1867 год. Федор Иванович Тюльчик. Салом 117, 9 стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Псалом 145, 3 стих. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Иеремия 48, 7. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. Хаты слепо щурятся в закат. Спят дороги в беспробудной лени. Под иконой вкрашенный плакат, с Иисусом спорят о спасении. Что же, Русь, раскрытые зрачки, позастыли в бесконечной грусти? Во саду ли поем большевики поломали звончатые гусли? Или с серой пасмурной избы новый светлый муровец не вышел? Или петух кровавый позабыл запалить твои сухие крыши? Помню паленый соломый хруст, помню красный по деревне бегал, разбудив дремавшие под снегом засидевшие в девках Русь. А потом испуганная лень, в кровость носит задыбленные хаты. Видно красный на родном селе, засидевший в девках несосвата. Белеют босые дорожки, сверкает солнце на крестах. В своих заплатанных окошках, о, Русь, все та же слепота. На вспышке зарев кто-то спрятал свою родную полосу, и перед горнящим плакатом смолкает бледный Иисус. И верю, Русь, октябрьской ночью, стопой разбуженных дорог, придет к свободе в лопоточках все тот же русский мужичок. Так же слепо щурятся в закат окна серых утомленных ад, но ракочет звончатые гусли над тревожно слушающая Русью. 1921 год. Михаил Светлов. Ивов, 20 глава, 19 стих. Ибо он угнетал, оцелал бедных, захватывал домы, которых не строил. Соломство 18 и 120 стих. Заступи, рабатывая, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Когда-то в граду Константина с тобой воистинный варяг пришла славянская дружина и развела победы стяг. Тогда во славу Руси, Руси взратной, строптиву греку в стыд и страх. Ты пригвоздил свой щит булатный на цареградских воротах. Настали дни вражды кровавой, твой путь мы снова обрели. Но днесь, когда мы вновь со славой к Стамбулу грозно притекли. Твой холм потрясся с бранным гулом, твой стон ремнию нас смутил. И нашу рать перед Стамбулом твой старый щит остановил. 1829 год. Александр Сергеевич Пушкин. Исайя 47 глава 3 стих. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Иеремия 13.14. И сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь. Не пощажу и не помилую, и не пожалую истребить их. Иезакий 24.14. Я, Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя.